Всем привет! Меня зовут Софья и я с большой радостью вас приветствую на своем канале АУКАРА! Добро пожаловать! Здесь мы будем с вами говорить о вышивке и любом другом рукоделии! Куда смотрит вышивальная полиция? Летают на пляже всякие! Сыночку моему спать мешают! Вообще! Я вас осуждаю! Осуждаю! Яростные! А кто они, Рома? Экстремалы! Мы не осуждаем людей за их хобби, нет? Вот я сижу тихонько и вышиваю, никому не мешаю! А это? Я их сейчас поймаю, заставлю сына укачивать! Подбившись, отставила их! Последний отбился? Ну этот бешеный какой-то! Блин! Если Миша будет чем-нибудь таким заниматься, я буду не очень довольна! О! Прикольно восьмерки крутить! А они достаточно большие! Вот этот парус размером... Больше автобуса! Наверное, я даже не знала, с чем сравнить-то! Как катер! Мишенька мой вон там спит, да? А эти летают! Жужжат! Одобряю ли я их? Да очень активно я их не одобряю! Нормально вообще летит на параплане и крестится! Чего ж ты на него залез, дружок? Ром, стой! Вот сюда встать и рассказать, что происходит! Потому что ничего не понятно, что происходит! Расскажи, что мы видим! Мы наблюдаем картину, как стервятники кружатся вокруг застрявшего в канаве квадроцикла! Он ехал по пляжу и нырнул в воду! В воду! Это момент истины! Они ночами будят мне всех детей и меня вообще! Но он жив хотя бы? Ну вот они сейчас будут доедать его, доклевывать! А потом уже, наверное... Может палку в них кинем, а? Думаешь, это привлечет их? Не знаю! У тебя плохо слышно, ты так говоришь далеко! Вы не поверите! Я испытываю очень сильное злорадство! И потому что лично мне квадроциклы ужасно мешают! Они катаются ночами и будет детей постоянно! Весь лес красивейший, которым тысячи лет люди вообще его только портят! Там все перерыто следами от этих мотоциклов, эндурио! Почему они не ездят на специальных трассах, я не знаю! Но сейчас я, ребята, я просто счастлива! И вытащить его будет очень тяжело! Потому что вот на нем сейчас стоит чувак и это просто выл уходит! Блин, это конечно плохо быть такой злой, но я реально счастлива, ребята! Господи! Это справедливость! Я выложу это видео в интернет, чтобы еще все чуваки, которые на моем море приезжают на тачках по берегу покататься, сбивая детей и собак, тоже видели! Господи! Что же я такая злая? Ну, потому что мои мечты сбылись! Извините, у всех свои мечты! Сегодня моя очередь! Роман, как вы оцениваете перспективы, что этот мотоцикл достанут? Вот гадар хороший сегодня! Хороший гадар! Блин, слушай, ну это не смешно! Он сейчас промокнет! Слушай, Роман, может помочь надо? Да, но он чем просит, что-нибудь будет! А почему он не слезет-то? О-о-о! Слушай, там течение-то вообще нифига себе! Я поняла, я думаю, он там стоит, чтобы он не уплыл, он слезет боится! Сейчас он оторвет его в багажник! Ну, понятно, да, что он, конечно, так ничего не вытащит! Может помочь ему? Мальчики поехали отдыхать, я думаю, что они сами разберутся! А, то есть, я не знаю, слышно ли вам, что Роман сказал, что мальчики поехали отдыхать, но, видимо, мальчики отдыхают! Ладно, Рома, пойдем, у нас, мы сейчас пойдем с Ромой в ресторан, будем там у Камина сидеть! Извините, я... Такой стеклый ресторан нельзя! Да, жалко, что из ресторана их не видно, да, это жалко! Господи, Рома, сколько во мне злоба оказывается! Привет, друзья! Меня зовут Софья! Добро пожаловать на Коленочки! Это наша постоянная рубрика, потому что мое вышивальное место организовано в кресле. Я недавно опубликовала видео об обустройстве своего вышивального уголка. Я на него сейчас приложу ссылочку с помощью своего любимого вышивального монтажного эльфа. Там будет как раз понятно, почему я вас так часто приглашаю на Коленочки. Я не вышиваю за столом, я вышиваю сидя в кресле. Так мне комфортнее и я достигаю полного расслабления и релакса. Сегодня я с вами встретилась, чтобы рассказать вам о своих продвижениях. Я делаю несколько раз в течение месяца включения и потом публикую большое видео с рукодельными новостями за месяц. Я не снимаю отдельно рукодельные недели, потому что не вижу... Ну, в общем, у меня нет вдохновения. Сейчас мы с вами смотрим на Castle Garden. Так, это моя шпаргалочка. И давайте я отмечу сегодня сразу с вами вместе, пока не забыла, что у меня сегодня было видео. Снимает камера на курьих ножках. Так, хорошо. Сегодня удивительное дело. Сегодня 9 утра, я за рукодельным местом, потому что сегодня ночью Эмилия будет ночевать у своей бабушки со стороны мужа. И я, конечно, испытываю очень сложные эмоции, связанные с этим, потому что я ночевала дома лет до 14, за исключением поездок в детский лагерь летом. Мне нравилось туда ездить. У меня были проблемы с общением в коллективе, но в целом я всегда находила себе приятную компанию. В общем-то, я не ночевала вне дома никогда. То есть это не было нормой. Мне были запрещены ночевки у подружек. Моя мама видела в этом опасность. И сейчас, когда я сама стала взрослым человеком, я тоже понимаю ее чувства. И мне тоже очень тяжело сейчас отпустить Эмилю на ночевку. Конечно, она едет к родной бабушке, которая, я знаю, она в адеквате, с ней все хорошо. Я ее люблю искренне. Но мне, конечно, очень сложно и не по себе. Но я решила, что если я так разрешу сделать один раз, ничего плохого не случится. Рома мне рассказывал очень много о том, что он ночевал у своих бабушек и дедушек со всех сторон и вообще везде, где только можно. Но он родился у молодых родителей, которым было меньше 30 существенно. А мне уже, в общем, почти 40. Я, конечно, мама более, наверное, и тревожная по своему складу характера. Ну и как-то есть разница возрастная. Я сейчас живу в таком месте, где очень много моих мам сверстниц. Это одна из причин, почему мы здесь остались. Здесь очень много вовлеченных пап. То есть на детской площадке всегда поровну, реально, без преувеличения мам и пап. И очень много взрослых мам. В городе, в Питере, в мегаполисе мне было некомфортно, потому что, ну, многие мамы были ровно в два раза младше меня. И, конечно, нам было сложно эти какие-то общие точки соприкосновения. Причем у меня огромное переживание. Сегодня Эмилия будет ночевать первый раз вне дома. И, конечно, я не знаю даже, как мне с этим всем взаимодействовать. Но Эмилия тот ребенок, который открыт миру. Не знаю, есть ли в этом моя заслуга как матери. Но когда я ее воспитывала в самом маленьком возрасте, я всегда приходила по ее первому крику. Я, когда мы где-то гуляли, никогда нигде ее не останавливала, если это не касалось прям супер безопасности. А мы живем в том месте, ну, блин, набегать по пляжу Финского залива. Здесь не в пляжный сезон. Ты в лучшем случае в течение дня двух человек встретишь. И то это твои соседи будут. Поэтому, конечно, опасности у нее было мало. Ограничений не было. Поэтому она миру базово доверяет. И у этого есть хорошая сторона. То есть у нее нет... Ну, знаете, бывают дети, которые в три года уже всего боятся. Но, с другой стороны, конечно, я боюсь, что мир действительно разное место. Не всегда одинаково доброжелательный к людям, особенно к детям. Ну, наверное, это часть материнства. Научиться эту тревогу в себе гасить, осознавать и как-то с ней взаимодействовать. В общем, сегодня у меня такое событие. Я решила с вами им поделиться, потому что оно знаковое для меня. И, конечно, когда я сама буду пересматривать свои видео через несколько лет, то эта информация, она мне будет важна. Надеюсь, что я над собой посмеюсь и скажу себе, что это далеко не ночевка у бабушки, любящей далеко не самое страшное, что мне придется пережить. Ну, в плане моих тревог я это имею в виду. Посмотрим, посмотрим. Давайте к вышивке, собственно, что мы тут собрались. Я еще, конечно, запишу видео лицом, но если вдруг у меня на это не хватит ресурса, то давайте все равно запишу хотя бы так. Я вчера опубликовала видео, посвященное вышивальной элите. Оно внезапно совершенно получило просто какой-то бешеный резонанс. На меня уже подписалось что-то около, по-моему, даже семидесяти человек. Я вас всех горячо приветствую. Добро пожаловать. Надеюсь, вам будет интересно. В основном я вышиваю мандалы. Тут дизайны, которые имеют калейдоскопический, скажем, паттерн. Сейчас я вам покажу пример. Пускай это будет такое превью, но общее представление о структуре дизайна вы можете получить. Для меня они представляют наибольший интерес. Об этом я много говорю в видео, в котором приглашаю людей в СП. У нас идет СП по вышивке мандал. И я сейчас тоже вставлю ссылочку на него на приглашение, чтобы вы могли понять, почему я, собственно, вышиваю эти дизайны. Ну, если вам это важно, вообще интересно. Но мне кажется, что раз мы с вами тут познакомились недавно, то, пожалуйста, если вам это интересно, можете посмотреть. Мне лично было бы интересно. Также я хочу поблагодарить всех людей, кто выделил время и написал мне комментарии, потому что я очень тяготюсь тем, что на YouTube я чувствую себя реально странно, одиноко. То есть привычка разговаривать самой с собой при рукоделии, ну и вообще, честно говоря, так тоже в мире, у меня есть, она наблюдается. Я с ней и намного меньше мне с ней приходится бороться после открытия YouTube канала, вот если честно. Видимо, какая-то потребность в проговаривании своих мыслей у меня есть. И очень здорово, что теперь она может реализоваться в социально добрямом русле. То есть я просто сижу одна в комнате и рассказываю что-то на камеру, а не хожу по улице и бубню что-то, как я могу иногда сделать, если увлекусь. Зачем я об этом рассказываю вообще? Ладно, в этом, наверное, нет ничего плохого. Вот, в общем, да, я странна немножко, кого-то это будет раздражать, я это знаю, можете мне это не сообщать. Я в таких случаях отхожу от человека, если он меня раздражает. А, поблагодарить за комментарии, да, я хотела очень поблагодарить за комментарии, потому что, вы знаете, для меня это очень важно. Я действительно себя чувствую одиноко, когда я публикую видео и вижу много просмотров. Ну, мне, конечно, приятно, что мой контент интересен. Ну, а с другой стороны, это информативное видео, что я вышел столько-то крестиков. Ну, наверное, может быть, на это действительно нечего сказать. Хотя, честно говоря, мне еще, знаете, что понравилось? У меня сейчас поднялась активность на канале, это так называется, оказывается. И люди мне стали под старыми видео давать советы. То есть, ну, люди пришли на канал, им понравилось там мое видео про эту элиту, прости господи. Они стали смотреть другие мои видео и давать мне советы на вопросы мои. И очень мне вот прям хорошо. И очень совет-то хороший. Некоторые из них еще не потеряли актуальности. Я вот тут кое-что придумала переделать, но это я вам чуть позже расскажу. Сейчас давайте я вам расскажу про свои вышивальные приключения. Сегодня у нас 11 ноября. Начнем мы с Castle Garden. Так, начнем. Посмотрим сагу. Я уже вышивала ровно 14 дней, 2 недели. И у меня за это время продвинулся до почти 8% прогресс. Но я, конечно, параллельно вышиваю очень много всего. Обычно я всегда была многопроцессницей, ой, однопроцессницей. То есть, я брала свою мандалу и ее вышивала. Иначе, девочки, это никак. Иначе у тебя будет миллион начатого и будет потихоньку двигаться. Но сейчас во всем мире большие очень проблемы с заставками, поставками, продажами. Поэтому мандалы собираются очень долго. Я свои материалы заказала где-то в сентябре или октябре. Поэтому ждать мне их бесконечно. Поэтому я решила методично уничтожать запасы один за другим. Давайте посмотрим, что у нас на Castle Garden происходит. Я сниму вас со штатива и поднесу ворота. Прекрасные, замечательные ворота. Вот здесь немножечко я начала black work. И я еще подумываю. Здесь он предлагается весь шиться одной ниткой. И никаких особенных указаний о том, как его выполнять, нет. Поэтому его просто вышиваю. Сама по себе техника, конечно же, здесь будут, сейчас я покажу вам на схеме, разные включения. Сама по себе техника подразумевает, что я умею под конвой провести ниточку так, что она не будет светить. На одном дизайне в своей жизни я решила вышивать как бог на душу положит, а потом сделать закрепки. Вот так я сделала. И здесь я решила так же. Я сейчас вышиваю со всеми протяжками. А потом я сразу выделю четыре дня, переверну мандалу наизнанку, порежу все протяжки и перекреплю их. Я решила так сделать. Я так тоже иногда делаю. В общем, такой процесс. Сейчас я решила обрести свой левый верхний угол и уже дальше от него продвигаться. Вот посмотрите, пожалуйста. Это новые для меня спецшвы. Вот эти голубенькие. Сейчас я поставлю назад на штатив и покажу вам, как они выполняются. Это просто радосики. 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 Голубенькие, розовенькие. Так, тут еще. Ну, тут, по-моему, тоже радосики. А здесь радосики в две нитки и просто diamond toilet. Он тоже здесь используется в разных модификациях, но таким веером вышивается. В общем, вы видите, стежок несложный. Здесь он просто вышивается с округлым краем, а здесь с прямым. Все. Никакой сложности в вышивке этого участка нет. Ну, здесь крестики, поскольку это равномерка, мы не привязаны так жестко, то вот крестики между крестиками получается. Так это можно назвать. Или вот этот, например. Все. Больше ничего сложного. Остальное крестики и blackwork. Очень красивая техника. И неутомительный бэкстич, потому что он здесь логичный. Да, здесь есть симметрия, танец. И если ты что-то пропустишь, то ты это увидишь. Ну, у меня такая иллюзия есть, по крайней мере. Так, хорошо. Вот, пожалуйста. У Pavilion Creations очень классная схема. И они повторяют исполнение стежков каждый раз, когда они встречаются. Мартина пишет, возьмите и вышейте радос. И дает общую схему на исполнение радоса. А Pavilion Creations, они как раз классно делают, что они описывают каждый раз отдельно. И вот такие вот цветочки я вышивала здесь. Посмотрите, какие они красивые. Я их показывала только что. В левом нижнем углу они у меня получились. А вот эти, это желтым цветом я вышивала по центру. Да, вот они. Пухлые очень получаются. Эти я еще что-то не вышивала. Надо посмотреть, не перепутала я. А, нет, почему же? Вот они розовые. Ну, все, получается, все по рамке, все швы разобраны. И вот разные варианты этих Diamond Islet. Здесь они называются Частичный Islet. А это Ray Stitch называется. Надо выучить названия не те, которые я придумала, а которые во всем мире называются. Ray Stitch и Rounded Islet. По кружочку, когда кусочек Rounded Islet. И Паша Айлета тоже. Часть Айлета. Угу. Хорошо. Также я вышел еще один тассел. И сейчас очень странно, я не знаю какой. Мне кажется, что фиолетовый. Да, и фиолетовый. Я пыталась снять видео по сборке, потому что она, моя сборка отличается от тех, что я видела на YouTube. Но, честно говоря, когда я начала делать видео, у меня все пошло не так, скажем так. Но я подумала об этом, у меня остался еще один самый последний фонарик Mill Hill. И, может быть, я на нем сниму это видео. А, может быть, и не сниму. Ничего страшного. Главное, что я хочу донести, что сборка не такая страшная, как кажется. Не такая она страшная. Да, это последний готовый фонарик. Mill Hill. И Милька в восторге. Подразвернем. Его чуть больше 67. Чуть, по-моему, я видела последний раз в процент. Так, ну, если вы ненавидите мятые тряпочки, отписывайтесь немедленно, потому что я не запариваюсь. Показываю все, как у меня есть в рабочем процессе. Если вас расстраивает. Ну, ребят, короче, нам не по пути. Я ничего с этим делать не собираюсь. Если я буду каждую тряпочку наглаживать перед тем, как снять вам действующий процесс, то у нас просто не будет канала. Это будет неинтересно. Ну, мне. А если мне неинтересно, ну, как бы и все. Так, что-то я вас настрожила. А, ну, я очень боюсь, что мне сейчас начнут писать, что я тряпки не погладила, да. Ну, в общем, да. Можете написать, конечно. Я вам скажу, что вы можете погладить свои тряпки самостоятельно. Так. Какой-то пришлательный милый человек. Прям. Вот сейчас очень интересная тенденция на отстаивание границ. Вы не обратили внимание? Во всех вот этих карманных психологиях инфо-цыганских рассказывают, что нужно обязательно отстаивать свои границы. И почему-то теперь хамство стало отстаиванием границ. Очень интересное наблюдение. Особенно обидно, когда молодежь путается. Ну, то есть там люди до 20 лет, скажем, они действительно часто путают эту грань между хамством и отстаиванием границ. А ведь хамство-то есть отстаивание границ. Но вопрос формы, господа, формы. Вот я сейчас как раз выступила идеально. Ну, короче, что, я шью чертопоглох от All Forest Embroidery. Крестики кривые, потому что канва у них мягкая. Но красивый дизайн, хорошие переходы ниток. Мне прям все нравится. Сейчас очень удачно как-то он передается. Такой он и есть. Прикольно. Спитшивы затянула в этот, в пяльце и их перекосила. Ну, перешью потом, если мне не будет нравиться. Так, и еще я закончила Daydreams. И это такой дизайн от Dimensions. Была коллекция в начале, ну, короче, до 2010-го, 2014-го где-то она выпускалась так. Очень красивый дизайн. Это, конечно, не образец художественного вкуса. Да, я это понимаю, что это очень даже кичевое такое произведение. Живое, оно выглядит изящнее, честно говоря. Вот эта печать, она теряется при съемке акварельность. Плюс стекло здесь, конечно, совершенно обычное. Но конкретно этот дизайн я купила на Авито. И я хотела его вышить просто как быстро такой процесс. Мне хотелось. И вот что получилось. Ну да, все равно, конечно, на камеру не видно так хорошо. Ну, так стало получше видно качество изображения. То есть оно само по себе паспарту. Вот это нарисованное. Ой, лампы из-за угла светят. Оно очень даже неплохое. И передает фактуру тоже материала. Сейчас вот эта птичка тоже хорошо. Чирик! Чирик! Ну и сама птичка вышитая. Дименшис на 18-й конве. Тоже тут в 4-5 нитей. Вы не поверите, мне наконец-то пригодились мои запасы ниток. Вот здесь я дошивала. Тут вот не хватило мне внизу. 15-300, что-то там. И наконец-то я использовала свои запасы. Дименшис они мне пригодились. Так что у меня есть даже финиши. Да, финиши. Финиш у меня получается Mill Hill. Финиш у меня получается Daydreams. Это пока все. И старт одного Mill Hill. А на этой неделе... У меня нет ни одного финиша на этой неделе. Ладно. Может быть Castelgaden закончу тогда. Посмотрим. И старта нету. Как скучно я живу. Только видео у меня про вышивальную элиту. Значит, выходит вместо вышивки. Ну-ну. Ну-ну. Хорошо, друзья. Я стараюсь, еще раз повторюсь, гасить свою тревогу по поводу отъезда Эмилии. Так что буду вышивать много. Я так надеюсь. Или работать много. Потому что у нас началась предновогодняя суета. Многие клиенты к Новому году, к новогодним каникулам готовятся. Заказывают, что им там нужно. Рамы, лампы, станки. Все. У нас сейчас, конечно, рабочая пора такая. Плюс для своих близких новогодние подарки уже начали люди заказывать очень активно. Поэтому мы, конечно, много работаем сейчас. Роман пакует. У него все руки в скотче, все в скотче, пленке. Ну, ничего. Я, кстати, думаю, может быть, снять у него интервью про то, как он себя чувствует в рамках деятельности по интернет-магазину. И, может быть, вам будет интересно это посмотреть. Если такое видео вам будет интересно, то напишите. Потому что мне, на самом деле, очень важен отклик от зрителей. Кстати, да, вот важное, что я хочу сказать. Мне очень давно уже Оксана Дереза сказала, что я должна снять видео, где буду рассказывать про 10 вышитых мной мандал. А я этого не делала, потому что, ну, не видела смысла. И мне совершенно было, ну, что, мне нужно похвастаться? Ну, как бы, я вышла 10 мандал? Ну, молодец, подумаешь. Ну, как бы, я это воспринимала, что единственная причина, по которой я могу снять это видео, это желание похвастаться. Вот как. Конечно, меня такая причина не устраивала. А когда я посмотрела ответ Алены Хилтонин про вышивальную элиту, то вы знаете, я что поняла? Что на самом-то деле она правильно говорит. В обязанности вышивальной элиты, а мы уже смирились с этим, входит как раз делиться той информацией, которая у нас есть. Это написано прямо в определении. И не знаю, отношусь я к вышивальной элите или нет. Так это никто не выяснил. Все боятся сами себя называть элитой. Все люди считают, что мандала – это, значит, элитная вышивка. Следовательно, я буду исполнителем элитной вышивки. Ну, а там, глядишь, и до элиты недалеко. Еще, да, вот я посмотрела ответы других вышивальщиц. Почему все негативно относятся к элите? Почему все пытаются от нее откреститься? Говорят, что антипод – это быдло или плебс. Почему? Это плохо? Я не понимаю. Есть люди, которые в чем-то разбираются лучше, чем другие. Это же не значит, что они из-за этого высокомерны. Более того, признак интеллигентного человека один из, да, скажем. Это как раз то, что он, понимая то, что он где-то в чем-то лучше разбирается, использует эту информацию во благо, и помогает тем людям, которые меньше в этом разбираются, больше разбираются в чем-то другом. Ну, блин, серьезно? Кто-то чувствует… Конечно, нет. Не может такого быть, что кто-то себя чувствует королевой Ютьюба. Ну, блин! Извините, ну, это очень смешно. Ну, конечно нет, этого просто быть не может. Ладно… Извините, пожалуйста. Ладно, я пойду повышеваю Потому что сегодня вечером Поедем сдавать ребенка бабушке И как у меня с вышивкой потом сложится Неизвестно, потому что Роман решил уехать на волейбол ночью Небольшое включение О моей счастливой семье иной жизни Короче Вы можете наблюдать Первый улов Охотника Михаила В 2021 году Это редкий Вымирающий вид Морских котиков Домашних Поскольку он уже совсем потерял Хватку То попался в лапы Детенышу человека Детеныш человека Доволен Возможно Это будет началом Большой дружбы Ну давай А мама пока Продажи будет делать Сегодня суббота Извините за рабицу В кадре Я вам другое хочу показать Как вы так Давно ли вы так время проводили? Сюда Блин Я там по кусту ободрала Ну-ка Класс? Да Мы с Эмилией Изучили перевернутое дерево Фотоническая какая-то Хмарь Серые столбы Ржавая рабица Бузина Все серое Ну осень Такая осень Сейчас вам покажу Как дерево перевернуло Вдруг вы не видели никогда Мы вот с большим интересом Наблюдали Вот посмотрите Так конечно лес Намного красивее Не правда ли? Здесь болотистая такая Уже Почва И сосен осталось Очень мало Лесок березовый В болотце Грибов тут просто Ведрами выносим Ну уже не выносим У нас Замороженные С прошлого года Белые Больше мы их Перестали собирать Что с ними делать Вот Вот такие увлекательные У меня Субботние прогулки Вместо вышивки Мы Осваиваем Природу Осматриваем Сейчас растопчем Бузину Пойдем искать Дятлов и белок Бузины Поле Просто Непаханное Решила снять лес Без рабицы Он очень живописный Березовый 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 Поскольку болото То деревья падают Вообще Очень здорово Что мы можем Сюда выйти Из дома За две минуты Оттуда мы пришли Непонятно Конечно И гулять Тут с большим удовольствием Что пришли? За две минуты Пришли Говорю Вот Сейчас пойдем Проверять Лисенка Да? Нет В старую мельницу А в старую мельницу Пойдем Ну мы пойдем Тут недалеко Есть отель В саке Из гостиничной Комплексы Правда Они там От незваных гостей Почему-то Поставили кнопку На калитке Ну посмотрим Может и пройдем Эмиль Расскажи Где мы с тобой? В старой мельнице Понятно Что ты думаешь По поводу декора В котором ты сидишь? Не знаю Ты вроде говорила Что он прелесть Ну да Он просто красивый Да? Красивый просто Яблоки Перчики Сверхи Тыкорти Кукурузки Перчики Яблоки А вот это большое Что золотое? Да это же тыква Тыква Кто-то ее покрасил Да? Да, вот Вот у нас тыковка Ага А что? Тоже тыква Курма Ну, нет Это тыква Мы сегодня Миша Такую будем давать А это что такое? А это растение Привет, друзья Меня зовут Софья Сегодня 21 ноября Ноября Капец Надо елку ставить Вот что Я решила в этом году Попросить мужа поставить Настоящее дерево Он очень много лет Ну, в смысле Мы все Вот все 17 лет Пока мы живем вместе У меня были Искусственные елки Но в этом году Мне плевать уже Даже на экологию Извините Те люди Кому еще не плевать Ну, в общем Я хочу настоящую елку Надо елку И мандарины Мне захотелось Вам как? Давайте расскажу Что на этой неделе У меня происходило Я вышивала Как ни странно На Кастел Гаден У меня неплохие Продвижения Около тысячи Я думаю Может быть Сегодня Я его поделаю А может быть Нет Хочу снять Ноу-быстренное Видео Вот здесь Как Бэк Дошью Черный Ну, не Бэк А как это называется Вы, короче Лучше меня знаете Как это называется Вот, а потом еще Мне останется Только золотом Пустить Вот здесь По шапочке И все У меня такой Достаточно большой Элемент будет закончен Можно будет Переходить К внутренней части Это около 12% Ну, пускай будет 11, скажу Также я повышевала Чертополок Совсем немного Но повышевала И я его вам не покажу Потому что Он у меня Очень далеко Но поскольку Сегодня 21 Он у меня еще В кадре покажется Так что не страшно Внезапно В мою жизнь Ворвался фетр Фетр Во-первых Вот эта вот сова Это было куплено Для того Чтобы вышивать Вместе с дочерью Мы уже сшили Такого кота Но с этой совой Что-то все пошло Не совсем так Как я рассчитывала В результате То сову Вышивает Вышивает Софа А не Эмилия У Софы Есть разные Другие Рукодельные проекты Которые Я могла бы И сама Прекрасно Сделать И быть счастливой Вот Но тем не менее Ничего себе Я тут Что-то сейчас Психанула на кадр И проткнула Просто фетр В странном месте Ладно Пусть это будет Обережный стежок Какой-нибудь Вот так его Оп И все Типа так и надо Такой микрохвостик Ладно Я потом подумаю Что делать В общем да И мало того Что я психанула Я шью эту сову Совсем одна Так это ладно Так она у меня валяется Везде И очень меня этим Раздражает Поэтому я ее Решила дошить У-у-у-у-у Набью ее фетром Потом отдам ее Эмильке И потом где-то Через 2-3 месяца Выметую ее шваброй С остальным мусором Из комнаты Поскольку она придет В негодность Что-то у нее Как-то получились Криво крылья Странно Я вроде бы По дырочкам отсчитала А получилось криво Смотрите По дырочкам Одно расстояние А ей да плевать Короче ладно Все равно Дорога ей в мусорку Рано или поздно Поэтому плевать 9 октября Я начала Вот этот набор Фетровых игрушек Ну начала Громко связано Связано Сказано Я вырезала детали Для номер 1 Получается Это все пока Вот так Я делаю Такие чудовищные Сейчас вам Свет приближу Да Вот такие чудовищные Вам делаю Я Стежки Аппликационные Ну получается Это соответствующее Удовольствие Получаю Но пока Очень много вопросов То есть мне пока Нужно понять Как я действую Чтобы спокойно Вышивать По инструкции Нужно на картон Взять картон И здесь Прикрепить его И набить Еще дополнительно Но я плохо Представляю Как можно фетр Красиво Прикрепить К картону Приклеить Чем его Клеить Кристаллом Ну криво же Получится Плюс они Предлагают Поднабить Вот здесь Фетром И потом Приклеить Более того Я вижу Что вот здесь На картинке Явно Приметан Край То есть Это значит Что Здесь Пришито К другому Фетру Просто Его не Вложили В набор Блин Ну так Скажите Вложите Возьмите Фетр Сами Где-нибудь И Пришейте Ну в общем Разбираюсь Потому что Текст в инструкции Не соответствует Тому Что я вижу На превью Если у вас Есть какие-то Идеи Вы мне Можете Что-то Подсказать Подскажите Про Галину Начну Вышивающицу Я в курсе Но не буду Я к ней С каждой Игрушкой И задавать Вопросы Тем более Что она Сняла Очень подробные Видео Я их Все Посмотрела Но Одно Дело Когда Ты их Все Посмотрела Другое Дело Когда Вот Конкретно Ты Здесь Делаешь Вроде Все Как тебе Сказано А стежки Получаются Ужасно Кривые Наверное Человек Опытный Те Сразу Скажет Ты Неправильно Делаешь Стежок Там Или Еще Что-то И Еще Я тут Решила Посмотреть Собственное Видео Об отчетах Отчет За 20 Год И Финиш И Планы На 21 Ну Я Помню Что Я Планировала Хорошо Провести Время И Может Быть Провести СП А Потом Выяснилось Рома Тут Недавно Вспомнил Что Мы Всей Семью Выбирали Наборчики Милхил Каждый Член Семьи Почему То Кроме Меня Мог Выбрать По Два Наборчика Восемь Милхил То есть Это Около Десяти Тысяч Что Я Могу Сказать Как Вы Думаете Вышивала Ли Я Наборчики От Милхил Да Вышивала Вышивала Ли Я Те Которые Выбрала Моя Семья Ну Как Вы Видите Это Провал Я Вот Сейчас Что Думаю Так Ну Это Ладно Этот Еще У Меня Практически Закончен Я Вот Еще Что Думаю Так Это У Меня Два Таких Что Я Думаю Что Делать Я Думаю Что Делать Шесть Наборов Милхил А Ну Получается Шесть Этот Закончить Ладно Ну Шесть Не Так Страшно Уже Зато Я Тассов Вышел Тассов Тоже Вышить Сложно Ну Конечно До Конца Года Я Могу Их Вышить Если Все Остальное Отлажу Может Мне Так И Поступить Чтобы Вы Делали На Моем Месте С С С Одной С Сум 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 Лей Рома Выбрал Варежку Мед Мама Ой Варенье Мама Выбрала Мед И еще Что-то Да Ну Посмотрю Потом Ну Короче Вот Не знаю Что с этим Мне делать У меня Тут Флэшбэк И У меня Еще Несколько Зрителей После Обзора Уголка Юлия Сайкина Тоже Спросили Про Обработку Примом Сейчас Покажу Нет Уже Убрала На место Обработку Краев Ткани Поэтому Я Вскрыла Свой Раритетный Голд Петит И Обработала Края Ткани Но Это Считается Что Я его Начала Вообще То 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 Надо Как-то Что-то Тоже С Этим Делать В В общем Ютуб Меня Развратил Я Занимаюсь Всем Ничего Почему Вы Так Жили Почему Вы Так Все Живете Я Не Понимаю Что Я Это Теперь Зачем Так Отделаю Я Всегда Вышивала Один Проект И Потом Сразу Брала Следующий Наверное Я Сейчас Это Все Сделаю Хотя Ситуация Только Ухудшается Если Честно После Того Как Я Появилась На Ютьюбе В общем Не Знаю А Может Надо Уже Расслабиться Получать Останется После Меня 800 Начатых Работ Ну и Плевать Ну если Что Такие У меня Размышления В Питере Первый Снегопад Уже Темно Солнце Сегодня Так и Не встало Из-за Туч Не Смогло Но Иногда Было Видно Что Где-то Вдалеке Кстати Сегодня Над Питером Было Солнце А у Нас Было Облачно Но Ничего Скоро Будет Наоборот Будут Даже В Питере Очень Мрачные Дни А здесь Будет Посветлее Желаю Вам Всего Хорошего Пока Миша Миша Дрифтует Просто Пять минут Из моей Жизни Миша Дрифтует Эмилия Вот это Вот И тут Зубр Подкрадывается Можешь Сначала Ее Раскрутить Я Не Успела Записать Развлечение Такого Не было Мы с Ромой Придумали Новый Вид спорта Эмилинг Кто Больше Ребенка Закинет По льду Давай Рома Покажи Ваш Максимальный Результат Точность Еще Должна Не страдать Точность Так Эмилия Готовься Загребать Руками Давай Мишу Разбудили Все Пошли Мишу Укладывать Разбудили Своим Гоготом Рома Решил Что Если Мишу Надо Укатать То Хотя Он Это Будет Делать На Льду Блин Куда Прется Куда Прется Лед Хрустит Там Сантиметров Двадцать Сегодня В Питере Обещают Очень Большую Метель Но Она Начинается Надо Уже Будет Возвращаться Наша Большая Коляска В ремонте Я Я боюсь Что Наши Колесики Маленькие Не Проедут Рома Сделай Эмилинг Эмилинг Давай Неважно Мне Хочется Ну что Она Как Червячок Ну-ка Давай Эмилинг Ну Два метра Максимум У него Заброс Нет упора Говорит Мешает ему Значит Танцору Та-та-та-та-та-та Ладно Пойду Их Направлять Пока Не замело Дорогу Нам Коляску На руках Чтобы Не тащить Надеюсь Вы тоже Классно Проводите Выходное Вам Некогда Вышивать